здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале живем в станице геогинская вчера мы черенковали колиусы из перелита их пересаживали в земельку сегодня очередь дошла до наших ипомеек у меня на канале есть видео как я зимой черенковала ипомею вот но сегодня еще покажу вам это уже осеннее черенкование вот сейчас хочу показать вам как у меня они в каком состоянии сейчас в октябре ипомея ну конечно же она уже такая тускленькая хиленькая все равно еще дюжит сейчас вам покажу вот у меня росли ипомейки таком в корыте корыте 80 литров вот скоро надо уже их выбрасывать я уже начеренковал корешочки дали дали они черенковать просто просто обрезаете берете любую веточку там несколько междоузлив и ставите в воду вот она видите уже были холодные ночи уже начала болеть я поэтому всегда где-то черенкую в конце августа или в начале в теплые сентября это в нашем регионе на юге где-то а если более северных районах то необходимо в середине августа брать черенки здесь у меня росло 4 ипомеи потом будем копать там будут у них еще клубни съедобные маленькие конечно из горшка из горшков я уже и брала и убрала ипомейки все у меня они тоже висели очень красиво свисались вот сейчас еще одну покажу она еще тоже сохранилась в гору в саду вот очень красивая ипомейка надо уже ее конечно убирать из ведра она вот вместе с колиусом здесь росла видите как наросла он куда даже уже на забор полезла к жимолости вместе с жимолостью такая красивая цвет вишневый ну конечно их приходилось поливать они очень благолюбивые растения ну красивые здесь буквально посажена в этом ведре в принципе один черенок у меня был посажен этот сорт я выписывала по почте из ставрополя вот такой красивый сейчас он раскрашивается конечно в разные оттенки но основной цвет у него такой вот такой вишневый сейчас уже скоро буду его убирать ну пойдемте пересаживать наши ипомеи из воды у них уже выросли хорошие корни вот они себя хорошо чувствуют как-то я вам показывала эту золотинку я использую фольгу для того чтобы если ипомеи они такие корни у них стебель к стебельке изогнутые вот просто делаем дырочки и туда вставляем они не мешают друг другу сейчас будем смотреть что у нас там получилось забыла конечно их пораньше но мне некогда было он смотрите какие корни прям замечательные корни вот какие корни будем немножко их даже можно их подрезать прежде чем садить вот целый ком корней красота видите как такую бороду наросли конечно они воде очень хорошо укореняются очень хорошо укореняются но самая главная проблема ипомеи иботат вот эти декоративных их сохранить дома на них часто нападает клещ и они гибнут я так само два сорта потеряла вот особенно вот зубчиками сорт вот ни одна знакомая дала в этом году вот такой вот сорт зубчиками он очень плохо сохраняется особенно зеленый никак не могла сохранить чем только не прыскала ну а вот эти вот сорта в принципе неплохо развиваются видите какие они этот вот фиолетовый что в большом большой емкость я вам показывала вот эти вот этот вот вишневый сорт красивый и очень хорошо сохраняется вот такой название не знаю вот такой вот коричневый дом на окошечке просто посветлела так всем такой красивый цвет и зеленый вот этот вот сорт сердечком а зеленый сорт лапками вот такой даже и и не оставила все потому что он ну никак не хочет сохраняться зимой сейчас и будем пересаживать вот более глубокую емкость вот такие контейнера взяла где-то примерно 10 сантиметров они в диаметре земелька у нас магазинная вот такой вот я грунт использую в этом году из фикс прайса 55 рублей в принципе характеристики на такие неплохие я уже черенковала некоторые растения многолетние и они хорошо укореняются у меня укоренились за летом сюда я еще насыпала перлита такой получился легкий воздуха и влагопроницаемый грунт сюда посадим наши ипомеи ну приступим будем садить их не по одному раз точку стаканчик а прям по два так вот садите и засыпаете даже можно в принципе не обрезать корешки можно даже углубить их вот вот по листочек потому что у них корни образуются везде будем буду садить прям сразу два корешка все равно они за зиму вырастут и уже ближе к весне вы их будете перечеренковывать опять брать укоренять это после нового года зимние у меня есть видео на канале как это я делала зимой по моему в декабре или в январе ну вот я темные сорта посадила углубила я их вот так посадила по две штуки вот какие листики нам не нравятся мы сразу убираем но я перед тем как заносить домой я их все брызгала в 58 это очень сильный препарат вот он убивает всех вот этих насекомых даже яйца их не все убивает смотрю на месяц в принципе месяц прошел они себя чувствуют хорошо нашей помейки но вы если будете заносить из сада сразу же домой начали побрызгать и вот этим препаратом он очень сильный только дома им не надо брызгать и потом в течение сезона в течение зимнего до этих месяцев можно даже как профит для профилактики от клеща побрызгать фитовермом раза два можно три за зиму побрызгать то он не вредный препарат принципе тоже помогает клеща но он убивает только уже живых насекомых на яйца особо не действует поэтому надо им брызгать допустим побрызгали один раз и через неделю еще раз повторить такая двойная тройная обработка должна быть вот у меня уже один там здесь вот и помейка такая подросла длинненькая не обязательно мы сейчас ее обрежем пускай она лучше покуститься вот так же вот так вот вырастут вот эти плети их можно обрезать они будут погуще теперь посмотрим как у меня наросли корешки нарастили корешки зеленые и вот это темная смотрите что получилось красота вот это вот самые неприхотливые сорта видите вот сейчас буду разбирать но она не боится если даже обрезали какой-то корешок ничего страшного тоже посажу их по две вместе вот и пускай они растут вот такая вот у меня цветочная красота получилась и помея корешки наращивает очень быстро уже буквально через месяц можно будет посмотреть вот так вытряхнуть и посмотреть какие у нее корни вот если хорошо будет развиваться не обязательно сохранять вот так вот и горшочках и пересаживать большую емкость нет опять просто обрезаете в воде черенкуете где быть может быть в декабрю к ноябрю посмотрите по состоянию растений и опять то же самое делаете а вот эти вот пересаживать такие же горшочки а вот эти вот горшочки что которые обрезали просто можете выбросить и вот так несколько раз перечеренковывать за зиму и к весне у вас получится молодые растения но если хотите конечно большое можете в больший объем допустим вот на зиму у меня некоторые росли в трехлитровом кашпо и вот и получилась такая к весне капрель очень красивая композиция такая свисающая на подвесе можете так сделать но у меня место немного перечеренковывать буду пробовать потому что она растет быстро главное сохранить но я вот сейчас еще я уже брызгала говорила что я сильным препаратом но сейчас я вот еще на всякий случай побрызгаю что-то я на улицу сейчас вынесла вот таким вот зеленым мылом ли а а нет еще даже от паутиных клещей идет два-три раза в течение двух недель вот цикадки уховертки три псы тли сейчас побрызгаю на такую мыльную пленочку даст и занесу домой подсохнут и занесу домой когда опрыскиваете старайтесь и под листочками хорошенечко опрыскать чтобы она прям мокренькое было и немножко землю тоже опрыскиваете на всякий случай можно даже вот эти в емкости в поддончике тоже попрыскать ну все сейчас немножко подсохнут отнесем отнесем их домой пусть они там растут и развиваются я думаю что сегодня мое видео вам было полезным пусть ваши растения будут здоровыми крепкими и вам всего хорошего желаю всем мирного неба до свидания дорогие друзья